добрый день дорогие зрители канала марина цветы сегодня я буду подготавливать новое место для высадки гортензии будем делать такой микс бордер видео будет снято для вас а сегодня мне надо освободить грядку с лилейниками и сразу мы поговорим о том как посадить или как пересадить лилейники лучше всего лилейники пересаживать ранней весной только сошел снег это апрель месяц или уже с августа месяца иначе вы можете не дождаться цветения в этом году если потревожить и цветочную точку роста и растение может не сформировать на следующий год также цветочную почку это будет очень важно лилейник считается очень неприхотливое растение меньше всего подвержена заболеванию по сравнению с лилиями другими растениями но тоже надо знать определенные условия выращивания этого растения самая большая проблема это конечно грунтовые воды поэтому лилейник надо высаживать максимально на возвышенности лилейник любит солнечные места и при поливе старайтесь поливать именно положив шлангу потоком воды но не сверху лилейники этого не любят итак мы поговорим о посадке или пересадке лилейников если вам надо только пересадить лилейник вы можете не тревожить основные делянки а только вот так надсечь лилейник очень глубоко отрезав корневую систему выкопать его и маточное растение потом не поливайте несколько дней травмированная корневая система должна хорошо подсохнуть а новое растение уже конечно пересаживаем в хороший плодородный грунт и вот ранней весной лилейники если у вас уже растут садов обратите внимание что до начала цветения бутонизации вам надо подкормить лилейник азота а когда растение уже начинает бутонизировать готовится к цветению его уже надо подкормить калина фосфорным удобрения это 30 грамм на 10 литров воды или как я вам всегда советую подсыпать золу когда цветение заканчивается это конец августа начало сентября мы также подкармливаем мы также подкармливаем еще раз фосфором и калием в той же пропорции это 30 грамм на 10 литров воды это стимулирует образование цветочных почек для цветения в следующем году и так выкапываем лилейник я выкапываю полностью растения мне надо освободить грядку очень аккуратно и достаточно глубоко заводим лопату и выводим материнский куст лилиники обычно мы делим или острым предметом потому что они достаточно сложно могут разделяться но есть растение которые легко друг от отходят в этот период я вам советую обрабатывать посадочный материал который вы купили или вот пересаживаете сейчас надо аккуратно сделать эту процедуру мы припудриваем золой так как корневая система у нас все-таки травмирована это будет как фунгицидный препарат можно окунуть в марганцовку фурацелин фитоспорин и если есть возможность нужно дать полежать растению для того чтобы чуть-чуть корневая система обветрилась и растение в будущем не болит я вот так вот притрушу вот у нас одного растения за один год получилось 3-4 растения и готовим посадочную яму выбираем достаточно солнечное место и учитываем что лилиник за несколько лет может разрастись до 70 сантиметров дорогие друзья яма мы готовим глубже и больше чем положено для того чтобы заправить ее питанием можно добавить биогомус можно добавить азотное удобрение карбонит совсем немного буквально чайную ложечку можно добавить залу можно добавить любую органику которую у вас есть это будет способствовать тому что на несколько лет ваше растение обеспечено питанием если у вас грунтовые воды если у вас суглинок или глинистые почвы обязательно в ямку добавьте еще песка это будет способствовать тому что не будет образовываться корневая гниль для многих растений это важно а для ливейников это основная позиция я добавляю гранулированного сиреного полета совсем немного потому что это очень агрессивное средство добавляю где-то 100 грамм залу и добавлю немного карбонита совсем немного это азотное удобрение и будет служить подкормка хорошо мы грунт перемешиваем чтобы корневая система в этом году не соприкасалась это будет очень важно и высаживаем растение достаточно высоко корневая шейка чтобы было чтобы не было угрозы корневой гнили это первое заболевание которое присутствует у ливейников теперь прикапываем главное не заглубить растение высаживаем на солнечном месте для того чтобы обеспечить обильное цветение и конечно нам надо пролить лилейник я пролила лилейник присыпала снова грунтом чтобы горка не образовывалась и хочу обратить внимание на то что лилейники весной обрабатывая весь свой сад обязательно обработайте фунгицидными препаратами это медь содержащие могут быть бордоская жидкость метный купороз все фунгицидные препараты которые вы применяете в своем саду обязательно обрабатывайте лилейники не проходите мимо это будет гарантия того что растение много лет будет здорово и красиво цвести несмотря на то что цветок лилейника распускается всего лишь один день на хорошем здоровом кусте может быть до 50 цветоноса и это увлекает цветоводов и мы украшаем свои клумбы дорогие друзья если у вас взрослый лилейник более пяти лет обращаю внимание что очень плохо переживаются деляночки внутри куста изнутри куста или материнские деляночки которым более трех пяти лет эти растения очень тяжело укореняется и обычно их высаживают где-то вдали от центральной клумбы для того чтобы они восстановились набрали силу а может быть они успеют дать еще новые детки новые деляночки вы снова можете воспользоваться посадочным материалом вот такие небольшие советы в моем саду моем цветнике у лилейника просматривайте мои видео и украшайте свой мир цветами апрель месяц это время пересадки деления многих клубнелуковичных растений или лилейника в том числе